Что было в прошлый раз, там все помнят летающие DeLorean, Matinoc Flyer, Polymer, то, как все было радужно и весело, я рассказывал какую-то штуку, которая мне там придала море продавения просто. Вот, сегодня я продолжил эту тему, я решил поиграться с интеграцией с веклоном, с таким целевым инструментом, который практически по всему месту используется в Мега-Апптаже. И, по сути, мне это сразу было интересно и в своем корректе, и в общении. И получилось это примерно вот так. Как вы видите, РЭМ, это первая часть, вторая часть. Собственно, первую часть я могу назвать позитивной, вторая часть я могу назвать стрелочью определенной в плане вопросов Polymer. И дальше я перейду по чуму. Небольшой экскурс предыдущих сериях. Все помнят такой слайдик, где был этот компонент, вот эти великолепные четыре значка, которые раскрывают саму суть, как бы, веб-компонента. То есть, номинал — это кастомные элементы. Помимо всех HTML-девочков, спальщиков и так далее, мы теперь можем создавать любые, называть их как угодно, заключать их теги, и они будут отрабатывать и реализовать именно ту структуру, которую мы заучили сами руками. HTML-инпорт — это подгрузка зависимости в виде HTML-инпорт на ресурсы, которые нам нужны. Я нам, как бы, подказывал вопрос в нетворкинге, там, в своем отельском приложении, когда мы подтягиваем эти ссылочки, если кто-то вспомнил. Рич-темплейт — это богатые темплейты с определенной частью логики, которая отображает переданные данные. И сейчас додом — это самая особенная фишка, как бы, как компонент — это скрытые деревья наших кастомных элементов, то есть их внутренность, которая инканцулирована в них или снаружи доступ от них. Это если вкрасно так. Вот, двигаем сюда. Напоминаю, что такое полимер, как создается кастомный текст в помощи полимера, то есть подгружается, есть вот полимер HTML, который является базой, это пункт 1. Пункт 2 — мы создаем наш элемент, называем его как 1, например, MyElement, который вы видите там свойственный. Вот, даем какой-то темплейт, и все. Он у нас уже есть, и мы можем писать в любой HTML-документе в MyElement Tag, внутрь написать там что угодно, и будет выводиться Google Word, и что угодно, то, что мы написали. Великолепно, 5 секунд, у нас уже есть определенная гиперсистема. Идем дальше. Бэккод. Собственно, я не знаю, есть ли смысл подробно рассказан такой бэккод, потому как, ну, все прекрасно знают, этот очень зрелый, очень старый, очень мощный инструмент, несмотря на то, что он сам по себе легковесный, ему нужно писать много строков на самому. Я его очень люблю, потому что он дает определенную сотрудницу, гибкость, если у вас есть определенное творческое мышление и понимание того, что вы вообще делаете. Вот. Поэтому, вкратце, это 100% AVC, модель, кельюшки, контроллеры, коллекции, все что угодно, очень гибкая, настроенная. И вообще это очень классный чувак, вот такой. Он у нас 90, он все такой же актуальный и нужен. Идем дальше. Построение, собственно, полноценного приложения с именно полимером и бэккодом. Моя цель была как бы создать какое-то текстовое приложение, которое, возможно, там не имеет особой ценности, но просто посмотреть, как они между собой уживаются. Вот этот вот новый подход HTML-разработки, скажем, с мессенджем, а с криптовым CSS, вот все инкарсулированное воедино. И, как бы, классический подход, эмиссий паттона, то есть со всеми распределениями моделями, и у контроллеров, то есть вот этого всего. Как эти две логики между собой уживаются, будут продыковать? Нет, на техническом уровне сможет ли бэккодом передавать необходимые данные, полимеры подвращать? И так далее. Вот. И начиналось все примерно так. Есть такой яркий, он очень меня помнит с прошлой презентации, вот тут я вот в основном настроении. Я такой довольный, понял, что все является компонентом, так как публики в Лего, и можно строить офигенные штуки. Взял я полимер, и, как вы думаете, что у меня получилось? Не буду возникнуть ожидания, получилась примерно вот такая вот еруха. Вот. Собственно, сейчас я ее продемонстрирую. Так, по идее, я уже буду закручивать. Вот так она выглядит. Я немножко решил заправить ее еще в дизайне всем тихотеллом. Если говорить серьезно, то это приложение, которое делал самого тренера, должно было послужить определенным календарем, который позволяет каждому дню недели привязывать наборки с упражнений и наборы с каких-то там диет, питания и так далее. То есть, по сути, задумка, кто мне себе полезна, тем более, как бы, занимаясь фортом, и все, кто этим занимается, прекрасно меня дает. Вот. В связи с этим я все реализовал с точки зрения именно виденья полимера, то есть все является компонентом, 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 такая себе матрешка. А вакон здесь выполняет только функцию обработки и передачи сущностей, то есть моделей, коллекции моделей такого плана. Вот. И, собственно, сначала продемонстрирую, как бы, что есть. Скажу честно, очень сырое, куча баги не работает, потому что у меня не было цели сделать конфетку, а была цель получить реальное понимание того, как с этим работать, можно создать, что такое полимеры, как он на самом деле в больших рядах, в более чем какой-нибудь там маленький девайсик работает. Ну, там виджет, например. Вот. Я, собственно, создал страницу календаря, которая может открыть любой из дней. Здесь можно выбрать себе упражнение или диету. Вот. Об упражнении выводится определенная информация, проходить свое повторение, описание, название и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, на этот день, если бы были диеты, малого бы диета. Вот. И я могу по каким-то, в принципе, по любым дням. То есть вот здесь вот у меня есть диета, она выводится, там, ее описание, клиент и так далее. Вот. То есть, в сущности, как бы, с одной стороны, это не очень сложно. Вот. Также я решил сюда добавить возможность отображения всего того, что у нас как бы пользователи имеется. То есть я вижу, что в базе есть два упражнения, там, три диеты, которые я внес, например. И я хочу там создавать еще многое. Я там накрываю кнопку создания упражнения, вложу сюда название. Сейчас. например, повторение три. Выбираю здесь еще какой-нибудь, ну, собственно, режим повторения, наверное, по дням. И вот. Вот. Задаю и закрываю. Соответственно, вот, думаю, сейчас уместно будет показать на блоке. на блоке. Так. Не понимаю, почему у меня нет образецовского натворки. Вот есть этот запрос. А ты можешь чуть больше сделать? Короче, я их могу. О. Вот. Собственно говоря, вот. Вот. Собственно говоря, вот. Вот этот весь запрос выполнен с типичной веклоновской модели, с рейк метод. И он отправляет височек того, что нужно было сходить туда. Вот. Вот. Вот это, в принципе, и вся работа в этом приложении. Так. Едем дальше. Ну, в принципе, как бы, я не хотела бы заморачиваться на функционале, то есть переход по страничкам, это понятно. Ну, собственно, в принципе, и все. Ну, потому как самое важное, в самом деле, в ходе вот этого вот такого наброска вообще первого эскиза этого приложения скрывается именно тот какой-то внутри, когда ты начинаешь все угадывать. Поэтому покунемся немножко в презентацию, а потом еще раз новую полку. В общем, когда я стал писать на это предложение, я понял, что у меня не получается. Та суперкафеток, которые я хотел, чтобы все было классно, чтобы там был красивый дизайн, тебя лобалось быстро, и все то еще во всех этих преимуществ, о которых я буду ждать, например, в своей странице, они у меня нет. Чем дальше я разрабатывал в ход, тем лучше получается. в результате. В результате я пришел вот к такому ощущению. Собственно, это реально я рисую мою, когда я уже после, там, примерно столбовую неделю работал над этим по вечерам, понимал, что все плохо, время я трачу как-то уже неприятно для себя. Вот. Поэтому наша презентация пойдет в двух ключах. Первый ключ – это темная сторона полимера, или я ее называю работа над ошибками, да. Самое ценное, в принципе, что есть вот из этого опыта. А потом будет то самое позитивное, что я вынес в результате работы над ошибками. Поэтому будет следовать над полимером. Значит, момент первый. Собственно, когда вы работаете с полимером, вы допускаете типичную ошибку, когда у вас все приложение является одной большой компонентой. Этому очень легко поддаться, если вы только смотрите на эту библиотеку, вы начитаете документацию и куча обзоров, и вам кажется, что вот все. Компонент дизайн – это вот просто выход и вообще решение всех лет. Нужно все делать компонентами. Один. Слева, например, тут, ну, я не знаю, как-то видно, возможно, скудно, но все-таки видно код. Это, скажем так, точка входа вот в то приложение. Суть в том, что всего нашего точка входа, где, по сути, должен быть один элементик, который там инкансируется или все остальное. Есть уже куча всякого пункта дерева. Вот. Потому что приложение имеет уже несколько всяких функциональностей и возможностей, поэтому прикладилось усложнять и образовалось это вот в такой неконтролируемый поток смеси с JavaScript, который даже не влез в этот скриншот и HTML. И там еще CSS. Поэтому первая ошибка, когда вы создаете приложение с использованием Polymer, и не начинаете с того, что вы делаете какую-то frame, такую рамочную конструкцию в виде компонента. Это не нужно делать. Это не правильно. Ну вот. Так что я объясню, как правило и как нет. Идем дальше. Вторая типичная ошибка, когда ваша деплорация элемента, вот эта вот HTML деплорация кастомного элемента, которая должна являться плюсом на том, что вы взяли тег, накидали туда свои контрибуты, дали их значения, и у вас все красиво все работает. Это может превращаться вот в такую штуку. Это всему-навсего, слева, объявление одной кнопочки, то есть тегбата. Но внутри у него уже есть какие-то классы, есть какие-то иконы, еще ссылка на webbatch, и что-то начинает напоминать, например, в 98-м тысячные годы, когда мы начинаем писать на HTML какие-то разные штуки со вставками туда обрагающих событий, ну и так далее и тому подобное. В примере важно сохранять HTML, скажем, на этапе обдумывания и проектировки ту золотую сетину, когда стоит что-то вписывать в атрибуты, а что-то лучше ставить на обработку JavaScript и вообще вынести много, скажем так, извне этого компонента. То есть понять вообще, должно ли оно находиться в этом конкретном тубе сети тоже. Ну, кстати, если есть вопрос, давайте попробуем. Ну, в принципе, понятно, да, мы в данной ситуации. То есть мне нужно перегружать тумерство, чтобы не превращать преимущества в недостаток. Я в этом. Идем дальше. Третья сторона какая-то предыдущая. Это когда вы решили, что я, например, не люблю работать с HTML, загрязнять его кучей всяких атрибутов, я все сделаю в JavaScript. И получается вот такая штука. То есть слева пример скриптовый, когда мы всю HTML просто создаем JavaScript. т.е. мы собираем элемент и на HTML, и пошла стринг-картом, и все это прописывается. Это тоже плохой примет, потому что все то, что могло бы быть хитким и использовался довольно кратко, наконично и понятно и наглядно в HTML, очень становится ненаглядным и не кратким в JavaScript. Т.е. мы инвертируемся и начинаем хородить все те полезности в этом манесского подхода, шансов и так далее просто в JavaScript. Как бы понятно, здесь можно спорить. Многие люди там скажут, мне так нравится. Т.е. это лично дело каждого. Здесь очень большая свобода для рабочих, а именно UAS, в том, насколько он смысленно делает тот или иной прием и, скажем так, по-своему, имплементирует функциональность в том или ином месте. Так что это всегда остается на решение разработчиков. Идем дальше. В итоге, после того, как я все те ошибки, которые перечислил, допустил в своем приложении и еще пачку нового, которые я здесь не описал, так и более тростепенных, я пришел к тому, что я уже вообще не вижу полигмент, мне уже не хочется с ним работать и я стал считать, что компонент это что-то такое, типа, классный эксперимент, люди попробовали, но если что-то серьезно делать и зарабатывать на этом деньги, типа, не получится. В результате такой фактики пришел яичак и сказал, что нужно успокоиться и включить мозги. Собственно говоря, это привело меня к следующему выводу. Здесь вы видите список 10 так называемых заработковых компонентов. Эти 10 пунктов были разработаны Яном Миксовски, лично у Микки известный разработчик. Но, как я посмотрел по вот этим вот ссылкам, это его блоги в GitHub'овской репозитории, он очень много времени уделил именно на разработки компоненты, теории того, как нужно с ними работать. И как раз вы видите пункты, к которым я пришел лично на опыте своих ошибок, а все остальное, это то, что ты писал опыт. То есть мы во многом сошлись практически во всем, на 80%. Я не буду сейчас там все объяснять, объясню свои, ну, то, что я выделил красным. Итак, начнем. Первое. Ваша компонента должна делать символации в одну задачу, она должна делать ее хорошо. То есть, например, если у вас есть компоненты-календарь, которые задача отображать время, или там, например, отображать, собственно, дни недели, то, как по мне, я имею в виду интерактивный календарь, который позволяет за какие-то новые дни недели, там, что-то там, какие-то информации заполнять, то это уже не компоненты, это уже готовый блог. А что такое, по сути, компоненты? Это когда вы можете, например, создать кнопочку, вот, она выполняет одну конкретную функцию, нажатие на себя и извещение приложения о том, что она была нажата. Вот. Это, по сути, есть одна работа, то есть извещать приложение о том, что она была нажата. и, как бы, она делает ее хорошо. Это ведет к третьему пункту. То есть, такая созданная кнопочка, как компонента, является полностью предсказуемой, и вы четко понимаете, что, нажав на нее, у вас есть предсказуемый абсолютный результат. А не так, что вы, например, создали какую-то большую компонент, вот так вот, например, на календарь, и там, ну, вы могли нажать в одно место эти компоненты, могла открыться страница дня, например, страница недели, поменяться время. То есть, это уже освещает третскую функцию. Пятое. Дико уже было. Это, кстати, было в предыдущей презентации. То есть, объясню на примере дальше. Представляем, что мы создали как компонент, очень небольшую кнопочку или какой-то импульс. Он очень легко может сочетаться с другими элементами, с какими-то свитчерами, с какими-то другими кнопками, слайдерами и так далее. То есть, вы легко берете его без каких-то особых настроек. Иногда нужно вообще без настроек просто внедрять, то есть, кинуем вот этот custom tag, типа MyPath, в любую форму, которую вам надо, и оно уже там работает, абсолютно предсказуемо в сочетании со всем тем, что там будет ответ. Вот. Седьмой API, кстати. Очень, кстати, важный пункт, который является одним из преимуществом полимера, когда вы, например, создали ту самую кнопочку, которую вы видите. И вы можете ее сам просто расширить, добавив внутрь ее крестки, то есть конструктор этой кнопочки, например, какой-нибудь там значок, отображение какого-то стейпа или какое-то поведение. Вот. И таким образом мы довольно легко ее расширили без каких-либо необходимых телоскриптовых стендов и так далее. Пути расширения я рассказывал в предыдущей презентациях, но в будущем они могут расширяться стеймельные доски, там, пересборка компонентов из других компонентов, либо стандартную шлоскриптовую путем, но подробнее я сейчас об этом буду. И восьмой пункт, это как завершающий и, скажем так, подытоживающий для всех остальных, думая и маленькими сущностями. Собственно, с него и вообще вот из-за того, что как бы классическая модель, мы, как правило, разработчики начинают создавать некоторую рамочную конструкцию, да, вот какую-то там страничку модуль, да, у нее потом уже начинают напихиваться части поменьше, там, например, разделяться могут какие-то активные зоны, потом еще поменьше добавляются поля, списки, там, таблицы и так далее, и так все, то есть мы идем от большего к меньшему, то, когда мы работаем с компонентами, нужно идти с точки зрения работы. Мы смотрим на требования, на дизайн, возможно, каких-то макетов на наших, видим какую-то картинку, да, то есть как хотелось бы видеть на нашей странице, либо мы калориансы сложили для себя какое-то представление, и все, что мы делаем, мы расширяем ее на максимально маленькие элементы, то есть когда мы видим большой кнопкой, мы сразу на нем замечаем, ага, так, есть кнопочка, кнопочка закрытия, там, чего-то, кнопочка покрытия, там, чего-то, есть слайдер и так далее, тому подобное. И в первую очередь мы начинаем экспериментировать их, вот, потому как по мере, скажем так, наработки каких-то маленьких деталюшечек, мы уже дальше более крупные детали сможем складывать из них, и тогда у нас получится гибкая структура, из которой вдаление, например, какого-то одного элемента не подлечет вообще никакой проблемы для приложения и нарушения архитектуры и структуры. Ну вот. Ну, я сейчас пока не могу быстро соблюдать какой-то знакный пример для этого, но не буду могу понять, что это дело дальше. Да, если есть вопросы, то спрашивают. Хорошо. Собственно, таким образом мы подошли к световой стороне, как вы видите, в центре кальчика, штучка, которую я выбирал в день недели, по которым должны будут расписываться объекты или упражнения в приложении. Вот, по сути, из всего моего приложения, вот это единственная вещь, которой можно назвать компоненты как таковы. Потому что само по себе оно представляет небольшое ракошко, в котором есть набор чип-боксов определенных поднял в деле и подтверждение, что снесение этих чип-боксиков состоящее. Слева, по центру и справа, это весь тот компонент, который мне потребовался для ее создания. Как вы видите, слева это около шести, по-моему, пяти классов стилей. По центру это, не знаю, не знаю, меньше двадцати строчек HTML-оверстки. И справа это всего нас, я думаю, посчитал, 4-5 функций у вас скрипта. То есть это получается очень компактная вещь. И, честно скажу, ее еще можно оптимизировать. Скажем так, я выбрасываю его под конец по-быстрому, чтобы гулять, например, более-менее. Вот. Собственно, вот данная вещь имеет, в принципе, все необходимые параметры, чтобы называться именно компоненты, потому как она работает предсказуемо. У нее из всего всего одна единственная функция — это выбрать дней. Вот. И отправить их, то есть извести приложение о том, что выбран будет список дней и все. После этого она заканчивает свою функцию и закрывается. И она работает, ну, то есть мы понимаем, что мы можем интегрировать ее абсолютно в любое место, куда мы заходим, она всегда будет отрабатывать предсказуемо. Она всегда будет открываться, предоставляемо список дней и извещать в предыдущем приложении то, что будет угодно. Вот. Это, как бы, и есть тот самый большой будущий клей, из которого можно потом складывать что-то большее. И хочу сказать, что, например, чип-боксы, там, кнопки, которые вы видите в этой компоненте — это тоже микрокомпоненты, из которых она складывается. То есть то, о чем я говорил. Сначала мы будем наймать частями, потом чуть-чуть увеличиваем, потом увеличиваем, потом увеличиваем, потом увеличиваем. Ну вот. Собственно, наверное, всех сейчас, возможно, кто там внимательно слушал, посетил вопрос, а где же боклон вообще в этой презентации? Так вот, ответ на вопрос, работает ли полимер с боклоном можно было достичь еще на первом составе. Да, работает. Работает очень легко и очень просто. Объясню, почему. Потому что полимер, по своей сути, если кто-то старается, например, с реаком, это всего-навсего. МВС парадигме — это бью. То есть оно отображает там. Любая компонента полимера, она отображает там. Боклон, по своей сути, как бы, очень мощный, имеет аппарат для создания продукции сущностей и определения бизнес-логики, например, контроля. Вот. Поэтому все, что у вас касается хранения каких-то сущностей создания каких-то моделей коррекции, вы делаете бэкбон и путем обычных ссылок на какие-то конструкторы бэкбоновские или на созданные заранее экземпляры уже модели коррекции, вы просто передаете их в полимер. Вот, как входящие данные. Полимер абсолютно все равно, ну, то есть ему не важно в таком формате, в таком же сон и так далее. Он, как обычный, джаваскриптовый какой-то моделер, перенимает себя как параметр и очень спокойно работает с любыми входящими данными, не важно, это быть полимер, не полимер, что угодно, хоть какой-то там road.json. Вот. И, собственно, таким же образом полимер абсолютно спокойно возвращает признаки к работе на модель, будь это уже цель, но не всегда. Поэтому никаких сложностей с подключением, с какими-то настройками, с конструклями, работы именно с сущностями бэкфона нет. Но проблема начинается, когда мы пытаемся устраивать компоненты в билке, например, да, то есть у нас есть бутбоновская билка, мы туда начинаем пищать какие-то свои компоненты. В чём мы, собственно говоря, так как полимер выносит в себе имплементацию шанровых элементов, почти мы скрыто, как мы обсуждали внутри себя, то снаружи билка не сможет постучаться к ним, и если вы захотите снаружи поменять, например, как-то цвет вот этой вот кнопочки там, типа галочки, или как-то там поменять на больше боксов, то сделать это путём каких-то манипуляций с моделью не будет, потому что, например, JQuery просто не увидит того, что находится внутри шанровых. Но полимер это всё, естественно, предусмотрел, мы можем влиять на внутреннюю структуру путём АВИ, которая уже приготовила полимер. Поэтому я бы предложил как выход, когда, да, если назвать полимер с каким-то, скажем так, несущим каркасом в виде, например, духовный, помега или чего ещё, то, скажем так, от каркаса я бы убрал чашку билку или сделал бы его очень несложно как раз для создания вот той бы самой какой-то рамочной конструкции, например, на обращение модуля, а именно отображение сущности всех я бы уже делал в помощь у полимера. Вот. Чтобы не было конфликтов между бюхановской параллельной, скажем так, предоставления и отображения информации и полимеровской моды. Вот. Собственно, после осознания всех этих вещей человек, который мне советовал подумать головой, остался доволен, потому что я, в конце концов, начал думать головой и понимать, действительно, как использовать полимер. Вот. Дальше я зашёл на слайд и посмотрел, что полимер, оказывается, сейчас уже вышел вальпо-релиз. То есть до этого это была экспериментальная версия 0.5, сейчас это тоже 0.8. Она очень серьёзно перерабатывается, очень многая функциональность убирается, а другая дорабатывается, допиливается. То есть, по сути, сам полимер, как инструмент, библиотека очень быстро вызревает, и его готовят для выпуска в релиз с версией 1, уже довольно в боевом хорошем состоянии, который показывает очень хороший перформанс во всех браузерах. Стабилен, упрощён, где нужно, скажем так, и расширен там, где нужно. Поэтому пока что, то есть, как бы я, в принципе, сторонним, мне нравится библиотека, а с удовольствием, ну, в ближайшем, примерно, полгода. Так, завершение. Все те самые четыре подклады, о которых я рассказывал, то есть, компонент решает одну задачу, он должен быть маленьким, мы должны декомпозировать все наши, скажем так, требования, модули, дизайн максимально, для того, чтобы, начиная с микроэлементов и потом только наращивать сложности. И использовать индуктивное объединение, то есть, он мелко, он больше. В принципе, на этом, как бы, у меня всё. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, я их ожидаю, сразу встречу. Боже мой. Ребята, есть вопросы к Жоржу? У нас все замьютались, и никто не разговаривает? Андрей Трен hungry. В пункт Morали. Все. Продолжение следует...